Привет, мои дорогие друзья! Я вас приветствую! У нас сегодня вторник. В общем, не буду долго говорить, потому что нет времени. Спасибо всем огромное за комментарии. Извините, пожалуйста, все не читала. Вчера, сами понимаете, что было в Украине, не было электроэнергии. В общем, у нас не было где-то с 12, потом дали пол второго. И с пол второго до 23.00 электричества не было. Как всегда, все разряжено, халатно относимся, пауэрбанки разряжены. Все разряжено. Ни одна лампа не работает, ничего не работает. Но я не об этом. Я убирала там помидоры. В общем, занималась. Ковры стирала. А потом поехала за Людой. Почему я так все рассказываю подробно, прям пошагово. Потом поехала за Людой где-то в 5 часов. В полшестого мы приехали. Вот тут сели. Жарко, но невозможно. Вот. Смотрю, Верочка на огороде ходит. Ну, как всегда, ну, ничего не делать, просто ходит. Когда пришла и села вот тут на скамеечку. И говорит, что-то мне, Наташа, что-то мне говорит погано. Я говорю, Аша, ну, что... У меня, говорит, давно плохо, но я тебя не хотела... Как всегда, девочки, не хотела говорить. Думала, пройдет. Все как всегда. А я ей сказала, что мы на диете, да. В общем, пока я тут моталась, пока я что-то делала. Смотрю телек, смотрит она. Не телек, а телефончик я ей поставила. Фильмы качнула, поехала там в центре города. А где есть интернет? Через вай-фай. Качнула ей фильмы и поставила. Она говорит, он лежит же там, пока я там коврик и стираю. Она подшумовала, пока я там разогрела борща. Девочки, ну, борщ легкий. Не на свинине, а на курочке и не зажаренный, потому что я заправку для борща бросала свою. Там нету такого масла, жира. Ну, короче. И она говорит, в соли лежала кусочек горького, ну, короче, горького перца. Говорит, я семена убрала. В общем, понимаете, злиться, ругаться, кричать. Ну, что я буду? Ничего не помогает. В общем, по скорой. Забрали вчера Веру. Ее на скорой. В шестую больницу. А я начну, скажите, извините, спешу, пока есть свет. Да, есть свет только, что мне доступен свалить. Вот. Я поехала же на машине за ней, на своей. Я говорю, вы в приемную повезете? Да. В общем, они же приехали, вызвали врача, пришел врач. А, посмотрел, что живая. Сейчас я приезжу ехала. Она же сдала подрусписть, типа. Сидим в этом приемном отделении. Нету, 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 нету. Дежурный врач. Время еще не позднее, 8 часов. Это не ночь. В общем, УЗИ не работает. Врача никакого нету. Побежала я на шестой этаж. Там Вера лежала. Я же знаю уже. Пожалуйста, кто-то подойдите в приемное отделение. Ну, плохо человеку. Какой-то обезболивающее дайте. Ножку дали. Ну, извините, ножку дали. Врачи. Укололи ножкой. Вот эти вот. Которые приезжали. Врачи и фельдшера, я не знаю, кто они такие. Доброго вечера. И говорят моей маме. Бабушка, в больницу поедете? Ну, ладно, пускай будет бабушка. Короче, девочки, я не скандалила, там не ругалась. А, ну, я что там? Одна такая. Семьки в одинаковом положении. Не только одна такая. Я говорю, давайте как-то, ну, пожалуйста. Я понимаю, что мы сейчас диагноз не поставим. Ну, хотя бы прощупайте ее. На операции врачи. Девочки, операция это святое. Нету, нету, нету. В общем, полтора часа нету. А там сидит в этом приемном. Я не знаю, кто они такие. Ждите, ждите, ждите. Люди добавляются, людей привозят. Девочки, такое отношение. Живой, значит, жди. Если там тебе, тебя уже привозят в бессознательном состоянии, то тебя поднимают на каталках наверх и реанимируют. Чешеваные робят, я не знаю. Ой, короче говоря, тут же что-то по телефону. В общем, сажу я Веру в свою машину. Людочка договорилась. Отвезли ее в платную клинику. Сразу же УЗИ прошли. Все там прошло. Но надо было оставить на ночью. Чтобы за ней понаблюдали. Сейчас она утром пройдет все манипуляции. Ну, полностью обследование. Сказали, оставляйте Веру Анатольевну. Совсем другое отношение, вы сами понимаете. Веру Анатольевну оставляйте. Не переживайте. Она, мы привезли ее, девочки. Она мокрая. Знаете, мокрый пот. Мокрый пот. Не могу добиться. Мам, что у тебя варит? В общем, я не буду... Подозрения уже есть. Я не буду озвучивать диагноз. Сейчас я только хочу сказать, девочки, что все очень плохо. Я не знаю, где мне сейчас, как мне сейчас себя мобилизовать. Я проснулась в полпятого утра. О, смотрю, свет есть. И тут только я пока встала, его выключили. Думаю, сейчас пока есть свет, быстренько. Какой-то легкий ступик сварю. И мне, и Людочке. Вере пока вообще ничего нельзя. Вообще. Никаких ни бульонов, никаких, сказали, ничего не везите. Все у нас будет. Будет специальное питание. Так что ваша Верочка. Почему называю Верочкой? Ну, не знаю. Всю жизнь так. Я называю маму. Ее называют Верочкой. Все, кто ее знает, называют Верочкой Верочкой. Короче, такие, друзья, дела. Молчит, ничего не говорит. И мы ей говорим, мам, ну сколько же можно? Почему ты постоянно, ну, молчишь? Почему ты не говоришь? Степа, когда скорая... Такие какие-то законы? Нельзя, нельзя, вам нельзя. Я говорю, ну как это? Я еще оставлю одну. Ну, ну, как вы это сами... Хорошо, хорошо, что есть машина. Ну, мне было в машине, конечно, от такси вызвало, от такси поехало. Прям нельзя. Девочки, очень много возмущений у меня. Очень много у меня претензий, конечно. Конечно, извините, пожалуйста. Мы не каждый день скоро попадаем. Может, так положено, может, так надо. Я не знаю. Я шокирована. Я шокирована отношением. Отношение просто ужасное. Сидит та Вера, губы синие, сцепленные. Какой там инсульт, девочки? Там не только инсульт, там все. Там просто надо приезжать, все, ложиться и в другое отделение. Вы знаете, куда? Да? В другое отделение. Я не знаю, как зовут старики, которых нет средств, у которых нет... О, я не знаю, девочки. Как можно выжить у нас сейчас? Девочки, а еще что? Я-то возмущаюсь. По понятным-то причинам. Все больницы-то переполнены. После событий. Короче говоря, тут еще Вера опять такой сюрприз мне дает. Понимаете? Опять вот такой вот сюрприз. Ну, самой болит вот тут, вот что-то болит. Вот тут болит. Вы понимаете, да, девочки? Вот тут у меня вот. А нервные почвы. И жарко, жара такая. Она мне говорит, Вера, вчера, я где-то намала. Ты останешься со мной. Говорю, да, конечно. В общем, я с ней была до полтретьего ночи. Уснула, смотрю, испарина пошла. Порозовела. Хорошо ей стало. Очень серьезная, обезболивающая дали. В общем, девочки, я нас не буду говорить, потому что сама так точно не знаю. Но оно ей не надо. Я не знаю, к чему нам готовится с Людой. Но начинается все сначала. Я же, как всегда, думала, может опять эта операция или что, мы сказали, ну, вы что, говорит. Ну, сейчас никаких пока нету показаний для хирургического вмешательства. Мы за ней понаблюдаем. Ну, вот в эту секунду, да. Вот. Я только что, не только что, стать утра. Такой голос у нее, она говорит, ой, как ты спала, все хорошо, мама? Ой, я на свет народилась. Все хорошо. Когда ты меня заберешь? Сегодня я приеду, заберу. Она, а во сколько? Ты же, ты уже едешь? Я говорю, да. Я говорю, пускай врачи соберутся. Все же крови, УЗИ, МУЗИ, надо все пройти. Там мы ничего, девочки, не смогли добиться. УЗИ кабинет закрыт, все закрыт. В общем, как они мне объяснили, что это не экстренное такое у нее. Я говорю, как же ж не экстренное, если она потеряла сознание, ей плохо. От боли. У нее болевой шок. Нет, ну, а без боли лишь. Я говорю, вдруг нужна операция. Это вы шокеров? Я говорю, нет. Ну, вот давай ты ликаря будем, от Чикова ты. Ну, уже не стала от Чикова ты ликаря, потому что время идет. Я думаю, откуда я знаю. Сейчас время пойдет на часы, на минуты. И я потом буду локти кусать, что я сидела, чего я это сама, Чего я ждала. Я все понимаю, да, много людей, отделения переполненные. Ну, так у людей же ж не ранения, не ножевые, ничего. Просто такая же самая проблема, как у моей, наверное, Веры. Короче, девочки, вот такие его дела. Степа, выл, как не знаю, ушел. Я говорю, чего ты боишь? Успокойся, Степаша. Коты все поразбегались. Вон только что утром все сошлись и всех покормила. И почти не спала ночью. Не спала, потому что... Ну, вы сами понимаете. В общем, девочки, до связи. Буду держать вас в курсе. Извините, пожалуйста, что вот так вот. Надеюсь, будет все хорошо. И опять заживем нормальной жизнью. Так, я хотела такую историю вам рассказать. А мне сейчас не до этого. Просто не до этого. Человек никогда не болел. Единственный раз она попала в больницу. Конкретно, да, что ее распанахали. Говорит, перчика горького поела. Ну, сейчас только надежда на клинику, да, чтобы все вот это вот они ей... Какой диагноз мы сейчас озвучат, к чему готовиться и что они будут с ней делать. Хотели в 16-ю там по связям попасть в больницу. Это очень хорошая больница у нас. Она героев. Нет, нереально переполнена. Мечникова тоже по понятным причинам. Есть знакомые в военном госпитале. Ну, туда сейчас не протолкнешься. Железнодорожная хорошая. Тоже очень хорошие врачи. Девочки, нет, никак. Ну, никак. Только платная клиника. Только платная. А это, скажите... Всех везут в шестую больницу. Не раз захватило. Раз захватило. С мамой я вообще... Просто я была вынуждена поскоро ехать. Я думала, ну, хотя бы... Знаете, но вдруг опять что-то такое. Что экстренно. Даже экстренно не приняли. Не хотите ждать, я идти домой. Будет плохо. Мы ждали, говорит, ножку. Укололи ножку. Опять скорую вызыватель. Не хотите ждать. Вот так. Ну, Вера, голос бодрый. Хороший. Она меня ждет. Все, мои дорогие друзья. Пока. Варю я супик. Будут новости. Обязательно скажу. Всем добра, мира. Крепитесь. Электроэнергии не будет. Пока опять все не восстановят, наверное. В общем, никто ничего не знает. Конкретно. Все, пока, друзья. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok